Алла-шоу! Мэйджик Мэны, иллюзионисты номер один в России, братья Сафронова сегодня у меня в гостях. Андрей, Сергей, Ильи правда нет. Да как же нет, вот он с нами, просто у него сегодня другая шапка, шапка-невидимка. Все, понятно, я хотела уже было спросить, а если вы не втроем? Илья, привет! Я хотела спросить, а у него шапка еще и молчанка, да? Я хотела спросить, если вы не втроем, магическую силу не теряете? Нет, конечно, теряем, как бы я ответил. Нет, конечно, теряем. А есть полномочия, например, друг другу силу передавать? Ну, я, например, фанат такого сериала Зачарованный, так вот там три сестры-волшебницы, и они друг другу передают разные свои способности, и одна может стать сильнее других, двух остальных там и так далее, поэтому мы, конечно, тоже передаем друг другу способности. И сегодня Андрей передал способность мне больше всего говорить. Я сразу нет, я сразу вспомнил, когда у нас было в Крокусе выступление, огромный, полный зал, и Илья в самом начале шоу, прям вот второй номер, только началось шоу, Илья ломает ногу прямо на сцене при зрителях. Кошмар. Это вот, к слову, теряем ли мы свои силы, способности. Илью увозят, естественно, скоро, прямо от начала выступления. Ну, зал, естественно, сначала думает, что мы разыграем там, и нам пришлось все шоу с Сергеем вдвоем дорабатывать, прямо на ходу какие-то номера менять местами там. Очень было сложно. А сколько раз было, когда я не мог с вами поехать в тур, потому что у меня были какие-нибудь там съемки, я оставался в Москве, и Андрей с Ильей вдвоем ехали в тур, вдвоем работали. Ну, так ты мог отдать свою магическую силу, чтобы они пользовались. Так я и отдавал. Вот, молодцы. Поэтому здесь и были так себе передачки всякие. Ну, все равно, в общем, на самом деле тяжело, конечно, втроем гораздо мы себя ощущаем сильнее. Ну, ладно, будем считать, что Илья все равно с нами, несмотря на то, что за много километров. Я сегодня у слушателей спрашивала, что бы вы ни сделали, ни за какие деньги. Сейчас мы послушаем красивую песню, а после этого мы проверим, что бы вы ни сделали, ни за какие деньги. Итак, поиграем в игру, что бы я ни сделала, ни за какие, или не сделала ни за какие деньги. Что бы вы ни будете делать, ни за какие деньги. Есть какие-то конкретные сразу ответы? Да, я знаю, что я не сделал ни за какие деньги, но один раз мне пришлось это сделать. Но? Значит, нет, я даже не знаю, нет, и тогда я это не знаю. Короче говоря, когда я сейчас вижу разные передачи, где люди должны в рот взять какого-нибудь дракана, какого-нибудь червяка, вот ни за какие деньги. И когда я участвовал в проекте «Остров», в коем проекте и стал победителем, но мне, слава богу, не пришлось ни разу брать в рот эту всякую живучую, ползучую гадость. А я не участвовал в «Острове», но я ел много раз тараканов мандагаскарских, огромных-то, черных, живьем, специально для фокуса, чтобы сделать фокус. Я его съедал, потом братья мне из живота его доставали опять целым, невредимым. А, ну это фокус! Но ел по-настоящему, ел по-настоящему. И знаешь, когда мы его спросили, ну как на вкус, ну как, мы говорим, знаешь, такой огурчик с фисташками. Да, да, чертый такой огурчик с фисташками. Кошмар, с ума сойти, то есть это вкусно? Нет, это не вкусно. Это отвратительно. И он еще, когда в рот кладешь, он начинает шипеть, он по-быстрому раскусит, чтобы он тебя не царапал, не упустили. Бедный. Так, хорошо, а черную магию можете использовать за большие деньги? Черную магию? Никогда в жизни вообще, ты что? Не за какие деньги? Только рыжую магию. Только рыжую, хорошо. Раскрывать свои секреты. Ну, фокусов, конечно же. За большие деньги можете раскрыть? Не просто можем, а делаем это с большим удовольствием. Например, у Андрея есть... Мы это делаем бесплатно. И мы это делаем бесплатно. А за большие деньги сделаете с большим удовольствием? Да. Ну расскажи, Андрей, значит. Ну да, просто у зрителей, у них большой интерес именно к обучению фокусом. То есть не просто смотреть, а еще и обучаться, узнавать секреты. И мы ведем в соцсетях, в том числе и в ТикТоке, и в других сетях, ведем такую рубрику обучения фокусом. И я вам скажу, что это гораздо больше интереса привлекает, чем просто показать фокус. У Андрея миллионы просмотров, просто миллионы. Его на улице... Десятки миллионов. Мы с Андреем идем по улице, не меня узнают, как раньше было, а уже говорят, вон парень из ТикТока. Парень из ТикТока, хорошо. Ладно, а чужие фокусы можете за большие деньги раскрыть? Нет, конечно, мы чужие фокусы и не знаем даже, как делается. Мы свои изобретаем уже много лет, чем и гордимся. Хорошо, а за большие-пребольшие деньги могли бы стать сестрами? Это в смысле пол поменять? Да. Ой, нет. Ну, я нет. В пионер-лагере был такой праздник, когда мальчики одевали... Девочками, да. Платье... Да, платье... Нет, погодить, переодеться или прям поменять? Не-не-не, стать сестрами. Прям поменять пол, операция. Ну, я не знаю, но как хотите, может быть, почему, может быть, без операции, просто в женских нарядах. В женских нарядах покривляться 1 апреля, да с большим удовольствием. Я помню, что мне очень нравилось в пионер-лагере, когда я одевал женское платье, девчонки ходили в наших джинсах, и я перед девчонками пробегал, так задирал платье, так ля-ля-ля, ля-ля-ля, и перебежал дальше. Вот видите, с чего начались волшебства у братьев Сафронова. Продолжим после красивой песни. Мэйджик Мэны, иллюзионисты номер один в России, братья Сафронова, правда, сегодня вдвоем, Андрей и Сергей у меня в гостях. Ребят, привет еще раз. Привет. Блиц, готовы? Да. Коротко обозначим ваши возможности и таланты. Ого. Исчезать и появляться заново можете? Да. Конечно, как птица Феникс. Летать? Да. Отлично. А зрители на ваших шоу летают? И зрители летают, тем более, что несколько лет назад мы поставили мировой рекорд, мы подняли семь зрителей одновременно. Да, одновременно, да, в книге рекордов Гиннесса, это я помню, вас даже запечатлели. Хорошо. Вызывать дождь или огонь? Да. Конечно. Предсказывать погоду? Нет. Да. Нет, нет, без телефона, без интернета. Так. Я не умею, Андрей не умеет. Ну как ты не умеешь? Предсказывать погоду? Посмотрел он туда в горизонт, откуда-то. А ласточки не так низко? Ласточки не так низко, пожалуйста, конечно. Воробочки в песочке там уже кувыркаются. И что это значит? Это к дождю. А, хорошо. А к солнцу? А к солнцу, значит, что? Ласточки высоко, а воробочки не в песочке. Не в песочке, хорошо. Влиять на погоду умеете? Влиять на погоду... Андрей не умеет. Важнее всего. На погоду в доме, да. Молодец. Как ты на нее влияешь? Я не скандалей. Я спокойный, тихенький. Жена только на меня попытается там, куда носочки бросить. Я стихонечко сам уберу, все в полюс. Это такой дом под каблучничек, маленький, аккуратненький. Молодец. Меня можно ветром сдуть там. Целее будешь, это называется. Хорошо. Грибы в лесу находите при помощи магии? Скажем так, я очень любил когда-то ходить за грибами. Это прям было мое любимое дело. Ну, и с помощью магии только... Это был наш первый опыт, когда мы в образе грибников пошли, значит, в лес, взяли с собой корзинки, ножички и думали, сейчас мы будем блуждать по лесу, по лесу грибов. И тут только вошли в лес. И нас окружили просто опять. А волшебное слово какое-нибудь сказали? Да, хрустнула ветка, это было волшебное слово. Мы вошли в лес. Все грибы такие построились. Заставлять исчезнуть статуи, например. А нет, всем выйти из супруга. И такие грибы. Статуи заставить исчезнуть. Да, мы делали исчезновение статуи Родина-Мать. Вот, делали это особенным образом. Но вы сделали в результате? Просто делали или она исчезла? Делали, делали и наконец сделали. Ладно, влиять на выборы можете? Нет, конечно. Да вы что? Нет, конечно, можно. Ну вот самому главному-то вы не научились. Мы, конечно, можем. А, можете? Ну, конечно. Ну, чего? Буквально, что же, я вас поздно позвала. В Америке там конгресс. Надо как-то колдуй баба, колдуй дед, чтобы республиканцы взяли все места. Нет, я думал, ты имеешь в виду, что мы должны ходить здесь на выборы. А, все понятно. И влиять на выборы своим голосом. А, только так? Да, так мы можем. А влиять там на выборы? Что? Ну, это надо подумать. Ну, подумайте пока, а мы песню послушаем. Мэйджикмен, иллюзионисты номер один в России у меня сегодня в гостях. Братья Сафроновы, Сергей и Андрей. Илья, шапки-невидимки. И в этом, хляпом, молчит поэтому. С шариком. С шариком, да. Какие достижения за прошедшие два года, вот сколько мы по большому счету, ну, мы виделись с ней не так давно, но все равно. Какие у вас достижения за это время? В профессиональной части. Давай так, сначала профессиональной, а потом в личной жизни. Тогда сначала в личной. Давай в личной. Я все еще с женой. Молодец. Так, Андрей, а ты? Я все еще в поисках жены. В поисках, понятно. Короче, никаких достижений, никаких изменений. Теперь давайте профессионально. Ну, подожди, но... А, ну, хорошо. Дочурке исполнилось 4 годика. Это хорошо. Это достижение. Вот, она уже рисует, уже из пластилина какие-то полепки лепит. Я прихожу домой, вижу какую-то непонятную субстанцию из пластилина. Она говорит, папа, это тебе сюрприз. Что это? Я вообще даже не представляю. Она говорит, что это вот такой тортик, это вот свечка. И вот тут там далеко не тортик, не свечка. Замечательно. Ну, это ее достижение. А ее достижение, это мое достижение. Это твое достижение. Хорошо. А в профессиональный? В профессиональный, значит, мы сейчас путешествуем периодически в Узбекистан, в прекрасную великую республику. И снимаем там волшебное тревел-шоу, где мы путешествуем по Узбекистану, рассказываем о великой истории этой великой страны, показываем невероятные фантастические трюки. Вот, это наше достижение сегодня. Мы этим очень гордимся. А почему именно в Узбекистан? Потому что в марте мы были, когда был вот этот легендарный праздник Наргиз, мы были в Узбекистане, мы были там с выступлениями. Нас очень полюбил местный зритель, мы полюбили эту страну, мы предложили, мы сказали, мы хотим увидеть эту страну. Они сказали, так давайте вместе ее и покажем, и вам, и нашим зрителям. И вот сейчас на протяжении всей осени мы летаем туда-сюда. Когда в следующий раз полетите, вы захватите мне дыню, настоящую узбекскую, и еще помидоры. Такие дыни. Да, божественные. И дыни, и помидоры. Все там вкусно. А какой там плов? Когда съешь плов, ты здесь уже плов есть, не сможешь. Он там фантастический просто. Это действительно так. В общем, Узбекистану большой-большой привет. Жалко, что, может быть, нас там не везде слушают, но я уверена, что местные жители из Узбекистана, приехавшие сюда, которые обычно в такси ездят, эти все наши. Мэджик-мены, главные иллюзионисты нашей страны, братья Сафронова сегодня у меня в гостях, Андрей, Сергей. Ребята, к Новому году готовится новое шоу. Оно выйдет 2 января здесь у нас в Москве и продлится до 8 января. Расскажите, что за шоу, что вы туда новое в эту программу планируете, что показать зрителю? Это будет феерическое, просто невероятное, волшебное, семейное шоу. Называется оно «Покорители стихий 2.0». Почему 2.0? Потому что в прошлом году мы сделали «Покорители стихий». Это шоу произвело фантастическое впечатление на наших зрителей. Было огромное количество положительных комментариев с просьбой увидеть это шоу снова. Обычно мы в Новый год показываем порядка 40 представлений, а в том году мы показали всего-навсего 10. И огромное количество зрителей не увидело этого шоу. Поэтому мы решили в этом году показать «Покорители стихий 2.0». Что оно в себя включает? Лучшие номера прошлогоднего шоу и новые номера, которые зрители мир еще не видал. А какие стихи вы покоряете? Огонь, воду и медные челюсти. Это что такое медные челюсти? Это новый номер, который в мире никто еще не исполнял. Это цепь освобождения. Если помните, Гарри Гудини освобождался с мытной рубашки, кто-то там освобождался из-под земли и так далее. В общем, здесь цепь освобождения. Илью заковывают в наручники и помещают в центр металлического капкана. У него есть ровно 90 секунд, чтобы успеть освободиться, снять с себя 10 замков, кандалы, наручники, выбраться из этого капкана. И если он не успеет, капкан захлопнется. Если он успевает, то у него есть ровно 30 секунд. Потому что именно в этот момент, когда срабатывает таймер капкана, вспыхивает клетка Андрея. И начинает Андрей гореть прямо на сцене. У Ли есть совсем немного времени, чтобы успеть потушить Андрея, освободить его. И только они вдвоем смогут подойти к аквариуму и открыть его. Все это время, пока все это действие происходит, а оно может идти до трех минут, я нахожусь в аквариуме без кислорода. А ты тренируешься? Тренируюсь. Сколько уже ты можешь находиться под водой? Ну вот, 4 минуты могу. У меня всегда минута в запасе. Я поняла. А скажи мне, а вот если, допустим, что-то пойдет не так, ты вынырнешь? Или как Гарри Гудини? Нет, если вдруг что-то пойдет не так, то, ну, будем откровенны, у меня есть знак, который я покажу каскадерам, и они уже выбегут, будут разбивать аквариум, потому что братья все равно, Илья должен будет закончить свою схему, и Андрея надо будет потушить, поэтому никто из них мне помочь не сможет. Поэтому есть специально обычный человек, который находится под сценой, и он ждет сигнала, если вдруг что-то пойдет не так, он будет разбивать аквариум. Так, а это один человек? Да, это один человек. А может быть, лучше на всякий случай двоих, вдруг там он муху поймал, где-то что-то прозевал, такого не может быть? А, спасатели в смысле? Ну, конечно. Нет, там ребят стоят, все нормально. Все у вас? Да. Хорошо, ладно. В общем, я поняла, что надо идти смотреть «Покорители стихий 2.0» со 2 по 8 января. Где будет шоу проходить? «Мюзик-медиа дом» там же, где и всегда. Мы уже привыкли к этой площадке, мы ее очень любим, она очень просторная, вмещает в себя 3000 зрителей. Ну, шикарно. Да, и всегда у нас аншлаги, что безумно приятно, поэтому, дорогие друзья, и в этом году мы ждем каждого своего зрителя, приходите, не пожалеете. Да, это правда, я ваше шоу очень-очень люблю, поэтому, конечно, это настоящий праздник, иллюзии, действительно, великолепное настроение потом у всех членов семьи, от малого до великого. Итак, братья Сафронова, сегодня с нами, ребят, спасибо за этот вечер, у нас самое интересное, мы, как говорится, подошли к вишенке на торте, кто сейчас ее съест, посмотрим, вы или я. Игра, предлагаю вам игру, называется она «Я никогда не». Согласны? Да. Интересно. Все, поехали. Итак, каждый говорит свою версию, чего он никогда не. Остальные признаются, делали они это или нет. Согласны? Давай, я начну. Каждому по три вопроса. Я никогда не заводила отношения онлайн. Сергей. Я никогда не заводил отношения онлайн. Андрей. Я очень много раз заводил отношения онлайн. И как? И замечательно. Все, то есть советуешь, всем рекомендуешь. Ну, скажем так, я встречался, у меня было все хорошо. Понятно. Видишь, мы с тобой много потеряли, получается. Не знаю, я ничего не потерял. Я никогда не пила алкоголь с чего-то тела. Сергей. Столько все, может быть, и было. Ну так все-таки было? Думаю, что да. А можешь вспомнить с чего? Ну, с чего-то попочка однозначно. А ты? Я никогда не пил алкоголь с тела. Ну так тогда расскажи, как это было. Тебе понравилось? Да я, скажем, смутно помню. Начнем с того, что я, в принципе... Большой попочек был. Начнем с того, что я, в принципе, алкоголь не пью. А, понятно. Нет, но у меня это было в студенческие годы. Ну, тебе понравилось, короче. Ну, как это, может, не понравиться? Молодой, красивый... Молодой, красивый пупочек. Теперь, Андрей, ты понимаешь, что мы с тобой что-то потеряли? Ничего, что. Это, друзья мои, не знакомство по онлайн. Я, между прочим, не пью и никому не советую. Пить алкоголь. Молодец. Я тоже. Ну, теперь мне надо сказать, что и я тоже. Но мы сегодня не врем. Ладно, я никогда не притворялась больной, чтобы не ходить на работу. Я никогда не притворял... Вот Андрей никогда не притворялся больным, чтобы не идти на работу. Я даже больной ходил, хожу на работу. Потому что сцена лечит. Потому что мы так любим свою работу, что мы больными ходим. Ну, ладно. Я могу сказать так. Ребят, вы сегодня здоровые, счастливые, радостные пришли ко мне. И я вам за это очень благодарна. Предлагаю нам с вами отправиться на танцульки. И попрощаться с нашими слушателями до завтра. Пока. Пока. Всем хорошего настроения. Спасибо, что приехали у нас в себе в гости. Пока. Вечернее шоу Аллы Довлатовой. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok